понимать как делать именно вот те техники которые мы армрестлингов профессиональные выдаем преподаем вам я скорее всего сегодня покажу вам презентацию не как учить других армрестлингов а какие-то внутренние моменты мои моего профессионального опыта которые помогут вам лучше бороться я вам скажу что конечно я большой мужчина и у меня есть мышцы я должен работать особенно свои грудные свои плечи естественно бицепс у меня существует статическая нагрузка на бицепс я делаю подъема на бицепс естественно я делаю иногда армейский жим то есть жим стоя с груди это все присутствует в моей тренировке но я все-таки работаю на девяносто девять процентов от созданными каучиковыми жгутами однажды я раньше тренировался больше весами у меня были проблемы и потом я когда перешел вот найти жгуты и вот у меня все получалось лучше потому что в принципе моя работа то есть тренировка стала менее интенсивный да но более качественный соучилась очень давно у моего отца был ночной клуб мы там были о 8 вот таких столов армрестлинга там еще у нас были бич просто жим лежа по 350 фунтов мы жали то есть было очень интересно я каждую каждый четверг пятницу и субботу я нам был я искал вот с этого возраста 12 лет искал от соперников противников мы боролись там я бы сказал что все таки вот к нам там пришли вот у меня вы у отца было есть благотворительный фонд которая занимается арместлингом туда к нам зашел генерал дейв пэт генерал дейв пэт я думаю что все таки он самый сильный на сильнейший арместер на планете ну если не самый сильный то ровно в пятерку он заходит вот однажды когда я спросил его вот смотри мне неудобно вот когда я беру руку у своего противника что мне делать тут как почувствовать так что тебя больше брал то есть кульковая методика да брат вот дейва пэт сказал а ты попробуй не давить и то есть не не брать вот полностью рукой и контролировать ситуацию больше сверху а просто быстро сделать фриз и вот с того момента у меня все переменилось то есть поменялась абсолютно вся философия армрестлинга я начала делать фист и все получалось просто супер и вот с этого и началось все в принципе как я и говорил очень важно вот именно техника меня спрашивают кто я такой крикер топ-роллер по-другому я всем объясняю в принципе я делаю работу именно боковое давление то есть боковое давление вот единственное то что я знаю понимаю я вот профессионал в этом и я хочу сказать что именно вот этот момент есть самый важный боковое давление это значит что ты должен поставить очень высокую руку для того чтобы успеть при старте сделать свое дело это не значит я не говорю вам что подведение вас выше палец пальцев и руки должно быть настолько чтобы вы были в неправильном я вам говорю для того чтобы это не использовал кто-то против вас что мы понимали и очень важно в этой философии все как постановка ваших пальцев если ваши получается пальцы то это первый признак о том что когда начнется борьба начинается раскрываться и наоборот вот вы должны всегда видеть вот эти части вашей руки они должны быть выше всего даже если вы боретесь по моей технике начнем с того что когда я занимаюсь упражнениями то есть моя философия с тем то есть я или в этом поле на полотенце либо майку я сжимаю очень и очень толстые объекты пусть как делают другие арместеры я всегда вот делаю подтягивание разные средний хватом супинация про нация неважно но я когда делаю вот средний хват обязательно беру майку вот я делаю лично с майкой я сжимаю майку и всегда смотрю чтобы эти суставы верхние кулака у меня были наружу верхние верхние не так не так как делают другие другие берут очень толстые объекты и пытаются именно вот укрепить хват я так не делаю и поверьте мне то есть эта стратегия работает я всегда этим занимался и в чем разница вот допустим даже вы будете с соперником сильным это соперник вы почувствуете что вот он контролирует вашу руку то есть я вас буду учить не как начинать как обратный процесс контролировать его руку а наоборот вот в этот в этой позиции где он вас контролирует и вы чувствуете это начинать техникой сделать fist как я вам говорю вот сегодня вас этому обучу и вы почувствуете сразу какая вас появляется сила как я говорил моя техника называется высокое боковое давление именно высокое боковое давление почему потому что есть стоп-роллеры которые поднимено идут потом сайт но разница в том что многие из них слишком сильно осанку меняют и вот именно подводится спина назад и вот из-за этого то есть получается ненатуральная вот ситуация для следующего нашего следующий наших техник которые мы должны делать я никогда этого не делали единственное что я я тянул тянул до того момента на который я чувствовал что моя спина не будет угрожать моей технике дальше и самый важный момент в этом когда я делаю данный фист я становлю максимально 90 градусов возможно мое предплечье и вот вот таким образом то есть не так а вот таким и все все должно быть вот через это вот мы должны смотреть видеть эти сочинения наших пальцев верху он очень важно вот вот тем самым я тренируюсь вы видели уже технику тренировки вот показывал он натягивает этот жгут то есть достаточно прикрепляется жгут к чему-то очень сильным потому что человек сильный чтобы удержать и есть у него дома для мотивации есть определенные маркировки джон зен кобра и других ребят которые вот там и тем самым он отодвигается каждый день статическим момент но он не держит этот момент я не держу этот момент то есть очень важно я сделал движение и остановился если в этот момент я еще могу двигать лево вправо очень-очень чувствую концентрацию чувствую силу и я могу выдержать значит я силен я делаю себе отметку еще раз пытаюсь сделать то есть много не держу подержал там пару секунд посмотрел смог значит могу дальше и вот тем самым каждый день я занимаюсь этим и прогрессирую и 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 которые не ставят меня в больном положении то есть болевом положении но многие ставят себе вопрос как развивать силу стоп-рогер как развивать боковую силу но вы же знаете что это не естественно это не натурально это больно это получается ставит свой сустав в плечевой вне физиологическое положение локтевой сустав вне психологическое повышения поэтому я не делаю тренировки нету таких упражнений которые вы были физиологичным на боковое давление но что я делаю только что показал я натягиваю натягиваю сильно делаю вот то технику фиста который говорил очень крепкий должен быть очень-очень крепкий и когда я просто делаю сопротивление и выдерживают вот-вот я выдерживаю все это и чуть-чуть чуть-чуть давлю внутрь поворачивается внутрь для того чтобы легче руки новый грязь это вот без болезни то есть я получается тренирую статическом режиме я вот отхожу отхожу постепенно от сопротивления и держу и если даже получается что у меня открывается рука то это безболезненно и физиологически то есть моё предплечье максимально высоко да то есть не 90 градусов полу а получается уже горизонтально близко горизонтали и тем самым я тренирую уже пиццесс получается но не получаю травмы это очень важно я уже понимаю каков мой предел тренировки вот это очень важно когда я делаю свои спарринги и борьбу со своими контендерами alright so we're gonna not really finish up but one of the most important things the questions that i get all the time is how can i get better in the strap right that's like the big mystery question is that i can go a lot further so god forbid that i ever do end up in any sort of a hook Субтитры сделал DimaTorzok If I get to jump, I can move this weight, elbow up a little bit, and with this position here, I can move sideways, and the worst thing that happens is my arm opens up, but it does not hurt. So I can do this for hours, you know, in a training session, rather than being on any sort of machine that would cause my elbow to be in such pain that I couldn't work out as long as I needed to. In my opinion, the best arm wrestler in the world, he doesn't have a typical job, because he needs to spend a lot more time than normal people working on his craft. For me, it's about four hours a day of super-duper low, intense stuff to get ready to be at my best. And 20 years ago, it was, you know, a half hour a day trying to go as heavy as possible. So, if you can make a fit super tight, you have enough back pressure in your hands in a balanced position, and you have enough arm strength. It doesn't have to be the best side pressure, but you need enough side pressure for the match not to start in a position that you don't want to be in. 1. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11.